в россии произошел страшнейший теракт со времен теракта в беслане 2004 года на момент записи этого видео следственный комитет российской федерации сообщил о 139 погибших что это было давайте разбираться ликвидированы шестеро боевиков сторонников запрещенной в нашей стране группировки игил городе карабулак почти сутки действовал режим контртеррористической операции группа бандитов которая планировала устроить регионе серию резонансных диверсий пряталась квартире спецназ фсб предложил им сдаться но террористы открыли огонь это отрывок из репортажа от 3 марта 2024 года незадолго до этого 18 февраля 2024 года один из телеграм-каналов связанных с игил опубликовал 55-минутное видео о борьбе игил вилаят харасан с талибаном среди прочего видеоролики было сказано следующее среди тех кто стремился завязать с ними талибами узы дружбы были и русские преступники сеющие хаос на земле они вторгались в дома мусульман и доходили до крайности сражаясь и вытесняя их различных частях земли но после уничтожения тех кто вчера воевал с русскими ситуация изменилась с изменением веры талибов что сделало талибов союзниками объединенными с русскими добрососедством но у мусульман в харасане другое мнение поэтому они осуществили против них операцию и смешали их кровь с кровью русских крестоносцев у российского посольства перевод сделан автоматикой за грамматику извиняюсь напомню что 5 сентября 2022 года у российского посольства в кабуле произошел теракт именно о нем и говорилось в этом сообщении 7 марта посольство сша опубликовало предупреждение об угрозе терактов в москве после к ним присоединились их британские коллеги в тот же день 7 марта фсб отчиталась о предотвращении теракта со стороны игил вилаят харасан при задержании террористы оказали вооруженное сопротивление сотрудникам фсб россии и в результате были нейтрализованы ответным огнем и опять же в тот же день 7 марта случайный фотограф который снимал людей в крокус сити экспо запечатляет будущего исполнителя теракта на следующий день 8 марта был запланирован концерт григория лепса имена агаларова и стаса михайлова видимо этот концерт и был изначальной целью для террористов но российские силовики видимо все-таки прислушались к предупредением американцев и усилили меры безопасности на массовых мероприятиях концерт охраняла несколько десятков вооруженных полицейских видимо террористы не решились совершать теракт 8 марта именно из-за этого одной из других возможных целей можно назвать концерт шамана в том же крокусе экспо 9 и 10 марта тут надо сказать что концерты шамана как мероприятие несколько политизированная и так довольно усиленно охраняются на фоне предупреждения возможно в терактах охранялись бы вдвое более усиленно и это тоже могло отпугнуть террористов но время шло терактов не происходило и дошло до того что владимир путин 19 марта заявил следующее напомню и они да у них прямо скажем провокационных заявлениях ряда официальных западных структур о возможности терактов в россии все это напоминает откровенный шантаж и намерение запугать дестабилизировать наше общество при этом ранее американские спецслужбы уже помогали предотвращать теракты исламского государства на территории россии путин тогда даже благодарил американского президента и цру 21 марта исламское государство вилает харасан совершает теракт в афганском городе кандагар возле отделения банк погиб 21 человек 22 марта ранним утром отечественные силовики в бронежилетах и с оружием врываются к двум парням из бахчисарая на канале местных силовиков крымский смерж публикует вот это видео в качестве доказательства вины молодых людей дело в том что во время мобилизации парни уехали в канаду и это буквально единственное что крымские силовики смогли им предъявить напоминаю за подобное действие молодые люди могут получить штраф не более 3000 рублей но столь слабое с точки зрения административного кодекса правонарушения не помешало вооруженным силовикам рано утром заниматься поимкой этих самых правонарушителей кстати вламываться в жилище для ареста подозреваемого по коап силовики права не имели но это уже никому не нужные детали тем же утром россия и украина обмениваются ракетными обстрелами один человек погиб в белгородской области российский удар оказался масштабнее и задел целый ряд важных объектов инфраструктуры в первую очередь энергетики полностью без света остался город харьков минобороны рф назвала этот удар актом возмездия в ответ за попытки прорыва в ссу в приграничной области рф и обстрелы этих областей в украине от обстрелов гибнет пять человек в том числе один ребенок ближе к полудню фсб публикует видео из москвы задержания молодых людей которые по мнению службы планировали создать в столице ячейку признанного террористическим в российской федерации русского добровольческого корпуса среди найденного оружия реконструкторские мечи и топоры эпохи раннего средневековья складные ножи патчи со свастикой огнестрельного оружия у молодых националистов найдено не было в другой квартире предполагаемой ячейки рдк силовики и вовсе ничего не нашли акцент в кадрах сделан на то что молодой человек живет в беспорядке была найдена монография посвященная история офицерского корпуса германии с 1650 по 1945 год песков 1255 делает заявление что российская федерация де-факто находится в состоянии войны поскольку коллективный запад все больше и больше вмешивается в специальную военную операцию в 1509 ross inform monitoring включает лгвт в список экстремистских и террористических организаций примерно в 17.00 рядом с крокус сити холл спецназ задерживает группу молодых людей анонимный телеграм-канал вычка о гпу сообщает что молодые люди пришли на стрелку после конфликта в боксерском клубе 19.46 до начала теракта 12 минут на входе виден кинолог с собакой и полицейский проходе у рамок металлоискателя образовались очереди людей досматривают приблизительно в 1958 4 молодых человека трое из которых вооружены автоматическим оружием выходят из белого автомобиля рено и врываются в крокус экспо никто не понимает что происходит кто-то из посетителей в панике убегает кто-то неспешно уходит в сторону в этот момент в здании часть зрителей собирается на концерт группы пикник в другом помещении проходит конкурс танцев прямо в момент пока конкурсанты танцуют на заднем плане видно как люди спешно покидают здание организаторы не понимающие что происходит призывают людей оставаться в помещении не стоит паниковать и конечно же переживать бежать в раздевалку потому что тем самым вы можете подвергнуть свою безопасность террористы беспрепятственно перемещаются по крокусу и расстреливают людей в упор некоторых добивают с помощью ножа параллельно они снимают видео сопровождая его речью о героической борьбе против неверных и поджигают здание подожгли зал зал горит в крокус экспо находится полноценное отделение полиции по микрорайону павшина 10 минутах езды находится омон главного управления разгвардии по городу москве но обычные сотрудники полиции не решаются пойти на зачистку здания принято решение ждать прибытия специализированной антитеррористической группы на это уходит более час примерно в 2011 спустя 13 минут после начала теракта террористы садятся в тот же автомобиль на котором они приехали и покидают место преступления в здании разгорается ужасный по масштабам пожар мчс оценивает площадь пожара в 12900 квадратных метров 2140 уже более часа как террористы покинули здание но медики и сотрудники мчс не могут полноценно приступить к работе по спасению людей они ждут результатов зачистки здания террористов она начинается ровно в эти минуты тут надо признать что вообще-то задержка в несколько десятков минут перед штурмом здания захваченном террористами это скорее нормальная практика подобными вещами как правило не занимаются рядовые сотрудники полиции для этих целей используются специально обученные сотрудники которые знают как противодействовать террористом проблема в том что сотрудники не знали что террористы уже покинули здание иначе могли бы допустить до места работы медиков мчс гораздо гораздо раньше для предотвращения подобного рейда явно было достаточно сил местной полиции и местной разгвардии но это стало очевидно только задним числом спустя примерно 2 часа 40 минут на место прибывает глава мвд рф колокольцев пресс-секретарь колокольцева также на месте и сообщает что он прибыл незамедлительно владимир колокольцев незамедлительно прибыл на место террористического акта в крокус сити-холл со стороны министерства иностранных дел всего мира в российскую федерацию поступают официальные соболезнования и осуждения теракта среди принесших соболезнования представители талибана и хамаса спецназ отрабатывает паркинг первый этаж и часть второго этажа по крайней мере так нам сообщает депутат госдумы александр хинштейн и примерно в пол первого ночи завершает операцию из-за сильного задымления в то же время московская полиция ищет тот самый белый рено который скрылся с места преступления безуспешно автомобиль уже покинул пределы города в каналах связанных с исламским государством распространяются сообщения причастности организации к теракту многие сми называют эти сообщения ложными указывая на устаревший шаблон обращения организации проблема правда в том что никакого общепринятого шаблона у исламского государства нет у них нет четких правил как они отчитываются терактах и это конечно же каждый раз вводит публику в некоторое замешательство тем временем в российских телеграм-каналах распространяется фейковое заявление секретаря совета нацбезопасности украины алексея данилова в заявлении данилов фактически берет ответственность за теракт на украину сочи весело сегодня в москве на мою думку дуже весело хочется верить и что такие весело что мы будем облаштовывать и им частейше видео сделано с помощью технологии дипфейк настоящий данилов после теракта и до момента публикации этой записи вообще не появлялся на телевидении видео доходит до федерального российского телевидения телеканал нтв показывает его в своем утреннем эфире тем временем провоенная часть телеграма обвиняют в теракте запад некоторые призывают нанести ответный удар по украине парижу и лондону заявление которое вы видите на экране сделано не более чем через два часа после начала теракта издание коммерсант со ссылкой на источники спецслужбах сообщают что террористы могли быть славянами и могли использовать накладные усы и бороду источник спецслужбах таким образом намекает что террористы могли быть из русского добровольческого корпуса запрещенная в российской федерации террористическая организация особенно сильно версию с украинским следом отстаивает маргарита симоньян уже ночью 23 февраля к посольствам российской федерации по всему миру несут цветы в знак траура в риге цветы к посольству нести запрещают и просят устраивать мемориал напротив диппредставительства в части украинского информполя происходит настоящее ликование по поводу произошедшего теракта тут мне нечего сказать хочется просто повторить свой пост из телеграм канала на части граждан соседней страны хочется напомнить что ни один израильский лоббист не сделал для поддержки американцами израиля больше чем эта толпа безумцев 11 сентября 2001 года в палестине три часа ночи в 300 километрах от москвы в брянской области силовики останавливают тот самый белый рено машина находилась неподалеку от населенного пункта хатсунь в районе трассы ведущей в сторону границы с украиной действительно ли террористы планировали перейти границы с украиной судя по всему да но это не точная информация на границе с украиной существует пускай и не непрерывные но две линии фронта если предположить что с украинской стороны кто-то мог встречать то представить чтобы российские силовики открыли коридор для неизвестного белого автомобиля сторону границы с украиной ну невозможно один из альтернативных вариантов это переход границы с белоруссию которая тоже была неподалеку пользу этого варианта говорит тот факт что вообще-то в обычное время граница российской федерации с белоруссию никак не охраняется к тому же у нас было заявление с белорусской стороны о том что они в общем-то к такому варианту готовились исходя из того что рассказали сотрудники гибдд погоня за террористами началась на 359 километре федеральной трассы м3 то есть незадолго до поворота в сторону белорусской границы понятно что существует вероятность что террористы просто не смогли вовремя свернуть в сторону белорусской границы из-за погони пока не опубликованы показания самих террористов о том что они собственно говоря планировали сделать а когда они будут опубликованы и к сожалению придется относиться к ним с неким скепсисом поскольку все мы видели публичные пытки в отношении этих самых террористов и нам придется гадать действительно ли террористы планировали перейти границу с украиной или добрый товарищ следователь с помощью телефонного аппарата попросил у террористов дать соответствующие показания правда учитывая уровень интеллекта террористов один из которых признался что все это он сделал ради суммы в 500 тысяч рублей я не удивлюсь если они реально планировали прорваться через две линии фронта или банально свернули не туда нужно отметить что по заявлением лукашенко террористы изначально планировали идти в беларусь но из-за действий белорусских силовиков на границе решили свернуть в сторону украины правда лукашенко вполне мог бы соврать чтобы преувеличить значимость действий своих силовиков милиция сразу же на дорогах выставилась том числе с россией по плану так как мы сейчас тренируемся на случай войны так и там тренировки были они стали на свое место дальше мы их подкрепили разведка и контрразведка комитета госбезопасности пограничное подразделение на границе мобилизованы были ну и части военных мгновенно поэтому они в беларусь никак не могли зайти они это видели то мы отвернулись и пошли на участок украинской границы украинско-российский при остановке автомобиля одного террориста задержат на месте еще трое убегут в ближайший лес там и будут искать следующие 10 часов к 14 часам всех террористов задержат одному из них прямо при задержании отрежет ухо и заставит его съесть делает это сотрудник с патчем калаврата на плече калаврат это неоистический символ который используют радикальные русские националисты другому террористу выдавят глаз третьего будут пытать током с помощью телефонного аппарата та-88 оголенные провода аппарата подведут гениталиям террористов все эти кадры силовики самостоятельно сольют в сеть это не результат каких-то расследований это не результат какого-то невероятного тайного слива от крота в мвд или в спецслужбах это то чем силовики сами решили похвастаться и тут я удивлен но все-таки нужно сделать паузу чтобы объяснить почему это не очень хорошо понятно что тут речь не об особом сострадании к террористам которые хладнокровно убили более сотни человек речь о том что люди которые делают это представители закона есть такая штука в российской федерации и этот самый закон этих представителей закона тщательно охраняет вы не можете ничего сделать с представителем закона даже если он этот закон нарушает сегодня представитель закона пытает током человека чья вина действительно бесспорно и это очевидно всей стране а завтра этот же представитель закона встретиться с подозреваемым чья вина не очевидна всей стране но очевидно этому самому представителю закона что же он сделает с помощью телефонного аппарата ТА-88. Не захочет ли он выбить нужные ему показания со стороны задержанного? Конечно, российские словики пытали током людей и раньше, просто тщательно это скрывали, и это не вызывало всеобщего одобрения. Показателен случай фигурантов дела сети. Почему он показателен? Во-первых, потому что их признательные показания легли в основу обвинения. Без них обвинения нормально не строилось. И тогда даже существовало официальное заключение ОНК о том, что действительно к задержанным применялись пытки. Но это не помешало суду принять их показания за чистую монету. Не нужно думать, что дорогущий полевой телефонный аппарат хранился у следователя на тот случай, когда у него будут задержанные террористы, и их вина будет безусловно, бесспорно и очевидно. И, мол, только в таком случае он его достает и использует. Не нужно также и думать, что после этого самого использования товарищ следователь возьмет и починит телефонный аппарат, а надо понимать, для того, чтобы использовать этот телефонный аппарат в качестве инструмента пыток, нужно его специфическим образом сломать. Ну вот, следователь, представляете, после этой самой поломки, после пыток берет и чинит его, и отправляет на фронт, чтобы его там использовали по назначению. Почему-то мне кажется, что это происходит не так. Почему-то мне кажется, что этот телефонный аппарат отправится в шкаф господину следователю и будет применен тогда, когда господин следователь сочтет нужным. Кроме того, надо сказать, что один из террористов был запытан так, что в суд его привезли в бессознательном состоянии. А что, если бы он скончался? Сколько информации следователи могли бы недополучить из-за того, что какие-то ретивые специалисты, которые принимали террориста, его слишком сильно запытали? Как вы думаете, существует ли какой-то официальный регламент пыток террористов, чтобы пытать их так, чтобы они ни в коем случае не скончались? Или все-таки это все было инициативой местных сотрудников, которые действовали по своему усмотрению и вполне себе могли перегнуть палку и лишиться одного из ценных информаторов? Но про такие банальные вещи, как то, что из-за этих кадров будут сложности с выдачей пособников террористов из других стран и говорить не приходится. Надо сказать, что и ранее европейские страны не особо охотно выдавали Российской Федерации террористов. Зато в нулевые годы, кстати, выдавали Соединенные Штаты Америки из той самой знаменитой тюрьмы Гуантанамо. Интересно, что Human Rights Watch тогда называла, в общем-то, действия США по передаче террористов в Российскую Федерацию нарушением прав человека, поскольку в Российской Федерации этих самых террористов будут пытать. Давайте вернемся к хронике событий. Все задержанные граждане Таджикистана. Один из них совсем не говорит по-русски и для допроса используется переводчик. Один из задержанных признается, что был завербован помощником проповедника, лекции которого он слушал в интернете. Многих удивил тот факт, что на вопрос, зачем убивал людей, этот террорист ответил ради денег и озвучил сумму в 500 тысяч рублей. Версия об исключительно финансовой мотивации террористов не выдерживает никакой критики. Исламистские лозунги, крики «Горите от террористов» людям в Крокусе. Да журналисты даже откопали запись на странице ВКонтакте одного из террористов, где он, будучи еще школьником, рисовал флаги ИГИЛ. Шансы выжить и остаться на свободе стремились к нулю. И все это якобы ради суммы, которую средний мигрант из Таджикистана может заработать вахтой на стройке за несколько месяцев. При этом надо признать, что глупость людей, творящих подобное, безгранична. И мы это прекрасно видели на кадрах задержания террористов. Но куда более вероятным мне кажется, что террорист попросту был очень испуган и пытался найти тот ответ на вопрос, за который он получит наименьшее количество насилия со стороны арестовавших его сотрудников. И как будто бы ответ «убивал людей за деньги» должен был найти у сотрудников больше понимания, нежели убивал неверных, потому что так хочет Аллах. В 15.09 видеоблогер Стас Васильев выступает с заявлением, что для предотвращения подобных терактов необходимо, цитата, «взять за жопу видеоблогеров Андрея Рудова и Василия Садонина». С этими людьми у Васильева несколько лет длится личностный конфликт, и теракт Стас Васильев решил использовать для сведения личных счетов. С теракта проходит почти 20 часов, а президент Российской Федерации как будто бы пропал из информационного поля. За него отдуваются Собянин и Воробьев, которые ездят к пострадавшим и выступают с различными политическими заявлениями. Для сравнения, Джордж Буш-младший выступил перед публикой спустя несколько минут после теракта 11 сентября. Франсуа Алланд ввел чрезвычайное положение в стране и выступил перед нацией спустя 2 часа после теракта 13 октября 2015 года. На тот момент еще даже не закончилась контртеррористическая операция французских спецслужб. Премьер-министр Израиля Нетаньяхо спустя 6 часов после теракта в обращении к нации объявил войну Хамасу. Наконец, в 15.30 Путин появляется перед публикой с 5-минутным обращением. Объявлен официальный траур, заявлено о том, что возможно террористам планировалось организовать коридор в украинской границе. На формулирование этого заявления у Владимира Путина ушло почти 20 часов. В 15.50 появляется еще одно сообщение от имени агентства АМАК, близкого к исламскому государству. Проблема подобных обращений, как справедливо указывает востоковед Руслан Сулейманов, в том, что мы никогда не знаем, кто реально стоит за тем или иным телеграм-каналом. Надо понимать, не существует никакого официального телеграм-канала исламского государства. Этих телеграм-каналов много. Они постоянно блокируются, постоянно создаются новые. И поэтому каждый раз, когда публикуется какое-то заявление, мы не можем точно знать, кто на другом конце провода, кто сидит по ту сторону экрана и публикует это самое сообщение. Но ближе к ночи следующих суток, 24 марта, телеграм-канал, который также связан с агентством АМАК, публикует не просто заявление, он публикует видео от первого лица, точно снятое террористами в Крокус-Экспо. На видео заблюрены лица террористов, а также измененных голос. Террористы на этом самом видео выступают с радикальной исламистской речью. Несмотря на все это, провоенная часть российского телеграма продолжает настаивать на том, что это никакой не ИГИЛ, а у всего этого есть явный украинский след. Помимо Маргариты Симоньян, тут отличился пропагандист Антон Красовский, который прямо заявлял, что это ни в коем случае, никакое не исламское государство. Сам Антон Красовский прибыл на место теракта и выступил с заявлением о том, что терроризм будет повержен. Правда, в сети обращают внимание на то, что челюсть Антона Красовского ведет себя так, как будто бы он совсем недавно употреблял наркотики. Отдельно нужно упомянуть версию о том, что все это устроил сам Владимир Путин, потому что у него были невероятные интересы. Версия эта имеет еще больше конспирологических проблем, чем версия с украинским следом. Тут нужно немножко объяснить, как вообще работает конспирология. Типичный прием конспиролога – это указать на изъяны в общепринятой версии, в официальной версии или в доминирующей версии, а потом, указав на эти изъяны, представить свою версию, при этом не подвергая ее такой же критике, которой они подвергают версию изначально. Таким образом, конспирологи действуют в очень многих вопросах – от 11 сентября до взрывов домов в России в 99-м. Давайте попробуем для наглядности принять версию о том, что теракт был организован Путином и задать те самые неудобные вопросы и показать те самые изъяны в версии конспирологов. Первое. Почему исполнителями были выбраны граждане Таджикистана? Хотя для Владимира Путина было бы куда уместнее использовать славян с теми самыми накладными бородами и усами. Так их можно было бы выдать за боевиков русского добровольческого корпуса, запрещенная в Российской Федерации террористическая организация. Почему террористы не были задержаны сразу же, на месте? Почему им позволили уйти и не просто так, а аж на 300 километров от города Москвы? Неужели это не бросает тень на работу российских спецслужб? Почему Владимир Путин пропал из информационного поля на целых 20 часов? Неужели это было ему выгодно? Потому что на первый взгляд это сыграло только в минус президенту Российской Федерации. Какую цель ставил Владимир Путин для того, чтобы осуществить этот теракт? В его первом официальном заявлении он не сказал ровным счетом ничего. Хотя конспирологи в тот момент уже предполагали, что будет объявлена мобилизация, чрезвычайное положение или военное положение. Ничего этого не было сделано. Более того, в своем первом обращении он даже не сказал всерьез об украинском следе. Да, он намекнул на то, что вероятность этого следа есть. Он сказал, что да, видимо террористы шли к украинской границе и там их бы открыли коридор. Но это все, чем он ограничился. Во втором обращении он сказал про украинский след больше, но это выглядит не как заранее спланированное действие, а выглядит как живая реакция на случившееся и на меняющиеся обстоятельства. Если теракт был организован заранее и цель этого теракта свалить все на Украину, то почему у террористов сразу же не выбили эти показания? Почему террористы вообще дают показания, которые, собственно, противоречат немного теории об украинском следе? Вот эти вот самые показания о том, что какой-то проповедник в каком-то исламском чатике как-то обратился, предложил деньги. Ведь гораздо лучше было бы, если бы это был не какой-нибудь проповедник, а просто какой-нибудь аноним в телеграме и предложил он не рубли, а доллары или евры и вообще звали этого анонима Тарас. Но допустим, нужных показаний выбить не удалось. Зачем эти показания были опубликованы? Ведь они, опять же, не очень вяжутся с версией об украинском следе. Ну и, наконец, хочется, конечно же, спросить у господ конспирологов, какие вообще конкретные, прямые или косвенные указания есть на то, что именно Владимир Путин или власть Российской Федерации в том или ином виде совершила данный теракт? Потому что все, что я слышал по этому поводу, ограничивается тем, что, ну вот, понимаете, как иначе четыре человека могли приехать на своем автомобиле к торговому центру, достать из него три автомата и расстрелять людей в торговом центре. Да, звучит прям невероятно. Опять же, конспирологи с обеих сторон особенно сильно указывают на то, как профессионально действовали террористы. Ну, извините, но мне кажется, эти заявления сомнительными. В видео, которые у нас имеются, террористы не сделали ничего особенно профессионального. Они использовали буквально подручные предметы. Для поджога использовали банальный бензин, купленный на ближайшие заправки. Для расстрела использовали обычное автоматическое оружие. Пользовались они им, ну, обычно. Видно, что люди умеют стрелять и не более того. Сбежали они все вместе на одном автомобиле. Они не разделились в процессе своего бегства, которое длилось вообще-то три сотни километров. Они не сменили этот самый автомобиль. Они не додумались идти каким-то другим способом, кроме как по федеральным трассам. И вообще, ну, их действия выглядят не суперпрофессионально. Они выглядят просто как безумные террористы. К сожалению, в путинской Российской Федерации, где все заточено на стабильность и безопасность, эта самая стабильность и безопасность являются лишь иллюзией. Иллюзию стабильности наглядно продемонстрировал мятеж Пригожина. Иллюзию безопасности наглядно продемонстрировал этот самый теракт. Отдельно нужно уделить внимание версии, которая уже получила условное название «Синие кофты». В чем суть? Вот видео. На нем мы можем лицезреть несколько мужчин в синих кофтах и джинсах. Такая одежда действительно похожа на то, что носят сотрудники полиции во внерабочее время. Значит, говорят авторы этой версии, это и есть сотрудники полиции. Дальше цитата из телеграм-канала Нехта, который эту версию активно распространяет. Они все спокойны, никуда не бегут, не паникуют. На видео один мужчина в синей кофте и джинсах даже толкает обратно в проход между сидениями женщину, которая направлялась в сторону выхода. Позже этот мужчина начнет вести съемку на телефон. Можно заметить, что мужчины в синем периодически смотрят друг на друга. В какой-то момент на видео слышно, как мужской голос предлагает закрыть двери, а мужчины в синем поочередно начинают поддерживать эту идею, создавая вид массовой поддержки этого мнения. Впоследствии это приведет к тому, что многие люди не смогут выбраться из зала из-за закрытых дверей и погибнут. Также можно заметить, как один из мужчин в синем, вместо того, чтобы, как все остальные, покинуть зал, спускается вниз с верхнего ряда, а затем он же поддерживает идею о закрытии дверей. Давайте для начала прокомментируем то самое спокойное сидение граждан. Итак, действительно, на предпоследнем ряду человек в синей кофте спокойно сидит предположительно со своей супругой. Правда, когда камера отворачивается, видно, что остальные люди только начали вставать со своих мест. То есть на момент начала съемки все они тоже спокойно сидели, не понимая, что нужно делать. Они тоже ФСБшники. А тут мы видим, что женщина, которая снимает это видео, пришла на концерт с мужчиной в сером, который тоже сидит и не спешит эвакуироваться. Может, тоже ФСБшник просто не проконтролировал, что его спутница спалит ему всю спецоперацию. Помимо людей в синем, остается на своем месте и пожилой мужчина в пиджаке вместе со своей спутницей, предположительно, дочь ее. Тоже ФСБшник. Может быть, решил дочь на заклание привести. А тут мы видим, что один из мужчин в синем спокойно выходит из помещения и никуда не возвращается, несмотря на все утверждения телеграм-канала НЕХТА. Теперь касательно закрытия дверей. Действительно, мы видим, что как минимум двое из мужчин в синем активно подхватывают идею о том, что необходимо закрыть двери. Кто озвучил эту идею впервые, мы не видим. Можно предположить, что мысль этих людей в том, чтобы забаррикадироваться и не выходить из зала и таким образом спастись. В целом, это одна из допустимых тактик при масс-шутинге. Про пожар на тот момент зрители, видимо, еще не знали. И что тут странного, я лично не понимаю. Могли ли эти мужчины действительно быть силовиками в Гражданском? Ну, конечно, да. Чисто статистически, в зале на несколько сотен человек должно было оказаться несколько силовиков, которые в свой выходной день могли прийти на концерт группы Пикник. Предположим, что конспирологи даже верно выявили этих самых силовиков. В чем же, по мнению конспирологов, их тайный план? Обычно при распространении этой версии предполагаемый план не озвучивается, мол, думайте сами. Но, видимо, убить побольше людей и убиться вместе с ними. Заодно убить своих спутниц. Напоминаю, многие из мужчин в синем были в зале не одни. Разумно. Хорошая теория заговора. Ничего не скажешь. К слову о том, кем были эти мужчины в синем. Журналист-расследователь по совместительству иноагент Андрей Захаров смог определить личности как минимум двоих из них. Первый – Дмитрий Ерохин. Работает физруком в школе. Второй – Алексей Дружков. Работает строителем. На концерт пришел со своей дочерью. Помимо «Синих кофт» встречаются еще вот подобные аргументы. Издание МК выложило текстовое интервью с девушкой, которая была внутри. Она заявила, что охраны там почти не было. Хотя концерт крупный. Крупное скопление людей. Причем в такое время. Ну и вот цитата, которая сразу бросается в глаза. «Чтобы не попасть под пули, мы залегли. Стрельба шла практически безостановочно. Вдруг прозвучал хлопок. Я выглянула в щель между спинками кресел и увидела – около сцены разгорается пожар. В этот же момент раздался громкий возглас по-русски. На мой взгляд, совершенно без акцента. Горите и мат». Но вы поняли. Пострадавшая, которая находилась на грани от смерти, не смогла распознать акцент в словосочетании аж в целых два слова. Что из этого следует? Ну, видимо, что зал подожгли русские менты в синих кофтах. Для чего? Зачем? Какой риск при этом быть запечатленным на одну из нескольких сотен камер мобильных телефонов, которые снимали все происходящее? При этом, конечно же, власть несет прямую ответственность за последствия этого теракта. В первую очередь из-за неудовлетворительной работы спецслужб и других местных силовиков. Говоря об ответственности властей, нужно добавить один очень важный момент. 40 человек погибло в результате непосредственно пуль террористов. Остальные погибли в пожаре, задохнулись или сгорели заживо. То есть число погибших могло бы радикально сократиться, если бы спецслужбы верно оценили бы обстановку. Или если бы обнаружили, что террористы покинули здание своевременно. Но, к сожалению, как я и сказал, этого не случилось. Вообще говоря о российском информационном пространстве, хочется на удивление выделить такого журналиста под именем Сергей Корнаухов. Это российский отечественный пропагандист, работает на телеканале у Владимира Соловьева, и он опубликовал статью расследования об этих событиях. И на удивление, мне она показалась очень здравой. Я вот читаю эту статью, и там начинается с того, что вот 7 марта посольство США предупредило, британцы тоже предупредили. Корнаухов пишет, что сделали они это, чтобы избежать смертей невинных людей. А потом пишет, что мы признаем, что эта информация была подлинная. И в конце статьи он, собственно говоря, пишет. Они могли прибыть на место в кратчайшие сроки и спасти погибших. Так как мы все видели личности террористов, которые бы абсолютно точно постарались избежать собственных жертв. И при первом ответном огне сделали бы все для того, чтобы покинуть Крокус. Под они Корнаухов, если что, имел в виду частное охранное предприятие, которое было нанято Крокусом для его охраны, а не российских силовиков. А вы кого имели в виду, товарищ Берия? Хочется спросить у Корнаухова. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»